Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня у нас будет очень крутой выпуск. Вернее, мы его только начинаем. Как я вам уже рассказывал ранее, мы брали интервью у Иры. И она говорила о том, что во время гонки мини-трансад 2019 она была вынуждена покинуть свое плавсредство. И сегодня мы поедем за этой лодкой в океан. Сейчас лодка находится порядка 250 миль севернее и чуть-чуть в середину Атлантического океана. Туда мы собираемся ехать и оттуда ее забирать и на буксире привезти куда-нибудь обратно. Об этом будет наш сегодняшний выпуск. Погнали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, сейчас задача у нас в подключении нашего желтого кирпича или yellow brick. Напоминаю, что это двухсторонний трекер, с которого можно отправлять сообщения и на который можно получать сообщения. Платя ежемесячно абонентскую плату в районе, по-моему, 10 фунтов, мы можем очень дешево отправлять и получать сообщения. Каждое сообщение получается в районе 5 центов, может быть, даже немножечко дешевле. И сейчас мы будем его настраивать и проверять, потому что мы им уже давненько не пользовались. Так, лезем в первую очередь в конфигурацию yellow brick. Так, вот это наш трек, который у нас есть. Вот он, кстати, здесь уже замкнут. Но, собственно, не в этом цель. Мы идем в логин, заходим и админочка. Так, а далее у нас есть два важных параметра, которые нам нужно получать на yellow brick. Первое, это прогноз погоды, я договорился с ростиком, он нам будет его отправлять два раза в сутки. И второй, это будет автоматически с marine traffic присылать локацию лодки, которая находится в океане, в тот момент, когда она будет появляться, собственно, где-нибудь в эфире. Поэтому сейчас два тестовых сообщения нам отправили и, собственно, проверяем, дошли или не дошли. Так, вот два сообщения. То, которое снизу, это нам прислал ростик. А вот то, которое чуть-чуть повыше, вот это. Это сообщение с текущими координатами. Но это у нас в онлайне. А давайте проверим его в приложении, чтобы мы его действительно получили через трекер. Так, а это, собственно, сама плекуха приложения. Вот так все, connected. Что нам нужно проверить? Проверяем account balance. Balance request. А, ну вот он пишет, на самом деле у нас есть 638 кредитов. То есть этого хватит, ну, короче, ну, очень намного. Потому что один пин, одна отправка сообщения на трекер, это один кредит. Поэтому здесь нам хватит их намного. Вот это одно сообщение с текущей координатой. Следующее, вот у нас сообщение, которое прислал ростик. Ну что, все работает. С трекером все окей, трекер готов. И account активен до 1 февраля следующего года. Ну что, сейчас берем линейку и идем мерить, сколько метров веревок у нас есть для того, чтобы тянуть лодку за нами. Напоминаю, что лодка весит одну тонну, поэтому нам нужно веревок, я думаю, метров 200 и две веревки. Замеряем. В рамках подготовки к нашему переходу, вот, закупка продуктов. Насколько? На 5 дней мы планировали? Ну, да, где-то на 5 дней. Судя по вашей закупке, мы будем есть макарошки. Макарошки, томаты и йогурт. Нормально. Да. У нас вот есть какие-то там овощи. Нет, а... Соки. А-ля-ля, так это не показываем. Острые перцы, ну, достаточно. Что еще нужно? Посмотрим. Не, на самом деле у нас дохрена продуктов, и кроме этого некуда девать. Будем есть. Так, водичка. У нас водички много. Готовая каюта для гостей. И, внимание, самое важное, то, что было заготовлено. Вот бухта с веревкой. Веревка, вот, не знаю, 14 миллиметров, похоже. Похоже на 14 миллиметров. Здесь в бухте ее 100 метров. И самое важное. Две автомобильных покрышки. И вот они будут использоваться как шок-абсорбер. Я не знаю, по-русски это как будет. Короче, гасители ударов. Когда лодка сзади будет натягиваться на лайнах, вот эти шок-абсорбер будут забирать на себя все удары. Поэтому они будут привязаны к лайн, покрышка, лайн, лодка. И вот только в таком виде мы сможем ее перевести. Hello. Hello. Yes, welcome, guys. Because I see there is no vegetable salad. Where is my salad? It's just tomato salad. What are we gonna do? We'll take them. We'll take them. Субтитры делал DimaTorzok Ну что, подходим, заправим водичку на переход Ну да Окей Аккуратно там сзади катамаран и щось Субтитры делал DimaTorzok Трафик, трафик Срикатамаранс Ну что? Да А что ты все еще на джойстике? Ну прямо лодок иду, все, мы разошлись уже Сейчас в океане условия настолько вот клевые Хоть мы идем против ветра, но нам просто повезло Потому что сейчас вымпельного ветра Ну даже по прогнозу погоды, наверное, узлов 10 Но так как мы идем с вымпельным против ветра То у нас где-то пятнашечка, такая комфортная Волны нету, ну вот вы видите Просто идем ровно как по озеру И согласно нашим просчетам, такая погода будет еще завтра Может быть послезавтра будет чуть-чуть сильнее Но тоже достаточно комфортно, еще не успеет раздуть Потом мы находим лодку и будем возвращаться уже с желтеньким, но попутно И нам будет опять клевый ветер Это все согласно расчетам Но посмотрим, как это будет в реальности Еще вот засада, которую я заметил Видимо от перетяжки Перетяжки Шкота Такая вот у нас трещина здесь появилась Главное, чтобы она сильно не лопнула Потому что, ну в целом случае сейчас в переходе А чинить ее уже будем как-нибудь потом Так, ну тут все закручено Короче, пока идем, наслаждаемся, собственно, волнами, переходом О, что ты готовишь? Фуд из камер, салат Вич ван Вич ван С помидорами, огурцами, редисками, листьями салата Чесночком и даже с оправленной сметаной Ага, окей Ну ладно, давай, разрешаю Можно? Да А мы поставили код зиру, который у нас рваный И идем вот под таким вот ветром Потому что ветра все меньше и меньше И перспективное его получение так же немного Это просто ролик в мачте Это саргас выйдет Что ты с салатом переборщила Да ладно Так, скорость у нас упала Но мы, я думаю, сейчас еще до заката подождем Может быть, будет какое-то усиление А пока мы включили ходовые огни И немножечко притушим приборочку Вот где-то так Такое небо красивое Доброе утро У нас прошел один день Мы идем на автопилоте по ветру И вот видите, мы уже выровнялись с нашим курсом То есть от нашего курса мы отклонились Отошли влево на где-то 30 миль Но нас это вполне устраивает Потому что нам нужно быть чуть-чуть левее Так что у нас чуть ветер подстух Ночью мы порвали ход зеро И сейчас идем под обычными парусами Но медленно ожидаем увеличение силы ветра Что у нас тут Паруса, все работает отлично Какая была ваша движка сегодня? Хорошо, это было очень хорошо Так что легко, светлый воздух, так что вкусно Да, но это очень-очень светлый воздух Очень-очень светлый воздух Может быть, немного больше, я согласен Так что я спросил о ваших путешествиях с Годзеро Что случилось? Я думаю, что, может быть, это уничтожение Но я не знаю, потому что это было старое Это уже время, чтобы быть вверх Просто время, чтобы уничтожить Да Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Только немного kosmos В баку И немного томата И немного сметанного Доброе утро! Не знаю Как вы назвали это? Папора! Но это холодно, été気ed Да, да Да, немного холодно Не очень холодно Да? Ты попробовала? Да. Кто-то сказал мне, что это холодно. Да, я уже думал о февер-бригаде. А, окей, февер-бригаде. Да, да. Так вот, это простой. И так вот. Нет взбивания, нет ничего. И потом мы поставим чеснок на поверхность. А, хорошо. Так, это очень просто. И потом я приготовлю кофе. Это будет очень-очень красиво. Так, это тут, где мы с Диной сейчас спим. Это наша каюта. Короче, вот такое вот у нас утро. Начало дня. Ну что, вот я приготовил утренний кофе. Так, проверочка. Сколько у нас процентов батареи? Так, 66,5. Ну, не густо. Что мы его выжрали так достаточно много. Ладно, фигня. Зарядимся, если что. Так, генератор тушить. Кофе пить. Прямо немецкие пивные бары. The German beer coffee shops. Это для вас? Нет журнала? Это для вас? Да, это для меня? Да. Нет гурнала? Да, оно для меня? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Короче, Ростик нам прислал погоду У нас ожидается небольшое увеличение ветра То есть если мы шли на Тухляке У нас был ветер 8 с Гастами до 12 То сейчас будет 12-13 С Гастами до 15-17 И волны, вот этот свел Который идет сейчас вот отсюда Градусов 60 Он будет меняться на close hold То есть грубо говоря Где-то градусов там 35-40 Он будет вот заходить Надеюсь мы сильно гупать не будем И мы получили апдейт координат Сейчас я вам покажу Кстати, за прошлый Блин За прошлый день мы прошли Около 100 миль Несмотря на то, что у нас Тухлый ветер Так вот это вот у нас было Вот сюда вот Подъехала на 20 миль Ушло чуть-чуть на северо-запад Это нас устраивает Так что у нас нужна координат Да Дай мне один секунду 10-33 10-33 10-33 это UTC А сейчас у нас по UTC 14-33 Так что это 17-48-82 57-26-64 У меня тут свои находки тем временем Ракушки? Да Что ты читаешь? Конечно, мы с Верой нашли ракушку очень красивую Да Одна такая большая была в ботанах О, клево Не такая уж распространенная Редкая? Да Я теперь опознаю каждую из своих ракушек Надеюсь мне хватит жизни Ты ракушка-анатом Ты теперь опознаешь Нет, это каншолог Это каншолог называется Ракушка-анатом Опознаешь ракушки Короче, вот такое у нас проходит время Когда мы подходим к цели Мы не подходим Мы подходим с каждым днем Я, Микки? Вы можете читать комментарии о нашей сегодняшней позиции? Нашей сегодняшней позиции? Да Я думаю, что это было в апреле Да Да Так Это 15, 45, 83 И 60, 0, 5, 200 60 0, 5 0, 5 0, 5 Что ж У нас все без изменений Ветер чуть-чуть усилился Давайте посмотрим, что у нас случилось с Code Zero Закс, вот Оборванец Ага, потенциально сумка и ветровка разошлась по швам Бананочек, парочек Бананочки Ветрозаборнички, может, какие-нибудь Ну да Ты думаешь, чинить его или все? Я думаю, чинить и покупать новый Этот будет запасной, а будет еще один новый Это моя компенсация Ужасная история Да Ну здесь понятно, он еще по мясу прошелся немножко Но это как бы такое дело Все-таки основной он начал рваться именно сверху Вот эта вот часть прямо по шву И понеслась И понеслась Скажи нам немного о тебе Потому что наши люди, которые смотрят нас Они хотят просто узнать, кто в нашем crew С нами и наш бот Хорошо Я Коринь из Свитцерланд И я уже 9 лет работаю как коммерциальный И инструктор И я селиваю Я делаю рейсовные дливери И я тоже делаю иногда свои собственные продукты Как ски и селивание в Арктике И я беру людей в арктике И потом они ходят на землю И они ходят на землю Или иногда я собираю их на другой стороне И я собираю их на землю И собираю их снова Это тяжело или просто не очень тяжело? Я имею в виду селивания В виду селивания В арктике в арктике это немного сложнее Потому что у нас много швы И если у нас очень красивое длина И если у нас там не много швы И на другой стороне Если это не так, как швы И швы И швы То это довольно швы И можно легко Уходить на 45 минуты А, да, потому что Из-за мунии Это катабатик Из-за мунии Да И это то, что я сделаю в апреле И потом я буду планировать И я сделаю несколько заказчиков И то же И родители, которые хотят селиться Селивами В течение В течение Я ем в Африле И я селиваю им И я селиваю Мой программа Сделана будет до недавнего года И потом я буду смотреть что происходит вместе. В основном вы селёшься в Норзе? Ну, сейчас я в Карибе за несколько месяцев. Я делаю рейсинг здесь. Какая-то рисковая операция сейчас? Да, рисковая операция сейчас. Это совершенно новое для меня. Я думаю, это новое для всех. Но да, я работаю довольно часто в Норзе. Я делаю также велосипедные кампании в Новом, Десембре, в Январе или в Норзе. Это зависит от того, что клиники хотят. Если они хотят приезжать в Норзе, то есть они. Я в Свалбаре для велосипеда и также в мальчиках. О, красиво. В мальчиках, в мальчиках, в мальчиках, в мальчиках, в мальчиках. Не, не, не. Я начинала довольно поздно, как в моих 30-х. По велосипеду, в самом деле. Я делала много других скучных вещей, как прыгать от пленей, мотоцикл, и эндуро. Но я никогда не знала... О, красиво. Дина – это мечта. Она двигает эндуро. Да. По велосипеду, я пришла в Свалбаре. И потом, это просто пошло. Но это классный велосипед. Да, да, да. Да, да, да. Просто финансово. Чтобы получить все лицензии. Да, это все время. Знаешь, эта штука? Если ты боишься, твои дети начинают принимать наркотики, просто отправить их в Свалбаре. Они никогда не имеют денег на это. Да, это правильно. Мы сейчас отвернули чуть-чуть правее. Сейчас я вам покажу почему. Там спереди, видите, идет дождь. Очень не хочется мокнуть. Вообще очень не люблю. А мы шли прямо в него. А так как ветер у нас дует вот прямо оттуда, мы повернули где-то градусов на 30, пройдем эту тучу и вернемся обратно. Ну и, соответственно, у нас сейчас время рассвета. Мы еще идем под ходовыми огнями даже. Еще темно только-только вот. Это произошло. Вообще очень красиво, конечно. Такие засходы. Супер. Отключили мотор, потому что ветер пропал. Видно перед грозой. Ну и сейчас идем только у нас один мейн. Просто как стабилизатор стоит. Для хеда нам немного не хватает ветра. Ну ничего. Мы сейчас вот еще чуть-чуть пройдем, потом вернемся на курс и откроемся. Я думаю, что уже ветра будет достаточно и будем идти уже под двумя парусами. А сейчас, наверное, пришло время сделать чашечку вкусного утреннего кофе. Микки, как вы двигаете? Как вы двигаете? Это... Это лучший. Это... Энжин. 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 Мы не на соревнованиях, мы просто пытаемся найти очень важное место, чтобы найти мотоцикл. Мы более внимательны, чтобы идти туда, чтобы следить любые рейсы. Таким образом, мы можем просто, как крюсеры делают, начать мотоцикл. Что еще крюсеры делают? Они пьут вкусный кофе? Они могут пьут вкусный кофе, но рейсеры тоже делают это. У вас есть кофе? Да, у меня есть кофе, но я использую прессу. Да, да, да. Это лакшериный кофе, а потом кофе измеренности. Кофе измеренности? Да, это инстантный кофе, а потом измеренности кофе. Таким образом, я думаю, что крюсеры делают много хороших вещей. Я немного боюсь, что этот рейс будет меня лазерным. Крусер, крюсер, shift от рейса до крюса. Да, да, да. Таким образом, возможно, я вернусь к этой жизни. Уберю себе немного тяжелого боя, который берет крюсеры очень слабо и хорошо. Не ударить крюсеры с полной скоростью, как 30 км. Нет, 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 нет. Таким образом, мы увидим. Может, один день я не вернусь. Как вы провели свою джуну? Просто медленно двигаясь. Да, да, точно. Окей, я готовлю кофе. Еще одна интересная особенность сегодня, это как проходит свелл. Вот видите, волны, которые находят сюда. А есть волны. Сейчас будет, я покажу. Которая вот, она уходит отсюда. Откуда она взялась? Та волна, которая уходит отсюда наружу. Что это вообще за фигня? Те, которые... Вот, видно. Вот она сейчас идет справа. Вот она идет такая. Оп! И пошла, 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 пошла. Откуда она взялась? То есть те волны, которые на нас идут, я еще могу понять. Это нормальный, океанический. Но вон спереди, допустим, волна идет. Вот она. И вот она проходит сюда. Есть, которая вот так идет. Ну, хотя бы вид красивый. Мы на воде видим что-то непонятное, валяющееся белое. Сейчас будем спасать. Может, это человек. Микки достал уже фишфакер. Они готовы для миссии. Если вы не имеете ввиду, то это фишфакер. И потом вы послали, что это фишфакер. Фишфакер. Так, фишфакер. Вы видите? Пинопласт на борт. Спасаем природу! Субтитры делал DimaTorzok Ты видишь это? Да Бог Это часть бодиборда, которой явно кто-то пожевал. Здесь видны следы. Это или черепаха, или рыба пенопластика наелась. Вкусненького? Ну да. Судя по всему, пиво давай. Ну что, показать вам, что нас спереди ожидают. А спереди ожидает нас вот такой вот трешечок. Даже вон, зараза, с радугой кусок. А мы идем в самую чер. А сколько она в глубину, непонятно. Но я надеюсь, что она такая же, как и в ширину. То есть не то, чтобы сильно большая. Но я думаю, что лодку нам помоют от соли, опреснит. Вот обещанная туча. Нас чуть-чуть раздуло. Как раз вовремя, когда мы решили приготовить еду, да, Диночка? Диночка. 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 это не дай неима это не дай неима но это выглядит как дай неима из колумбус да, из колумбус да, да так, да мы будем это линь как линь мы будем линь но где он оставит линь мы просто поставим на шейф теперь это дай неима но из-за отсутствия да, это дай неима мы просто混им дай неима я думаю, что мы там может быть 12 часов после того, как эта позиция была сделана так, возможно может, ботан был 11 метров до северного северного поэтому мы должны начать с этой точки и потом мы думаем, что она сделана может быть может быть мы сможем подумайте еще о том что нам нужно будет с нашей лодки при вот таких вот условиях перелезть на другую лодку каким-то мистическим образом причем не разбив нашу так такая вот задачка непростая это у нас такой угол, что в умывальнике набирается вода ну и сливается, естественно так так теперь мы сейчас у нас есть красивый аэрборн аээс от Максим он сделал так что мы можем отправить его через дрона сейчас я думаю что северный и в воздух это слишком сложное для дрона но я пытаюсь увидеть что мы можем сделать свой выхебade девайт это тип а из который такой же у нас в лодке стоит но здесь есть еще один старую дублирующая можетам там все я пока на своем и с на приборе я пока ничего не вижу то есть ничего не вот как можно найти в океане лодку посмотрите вот так вот это вот все выглядит без каких-либо технологических решений просто шанс 0 в шву пачка и блин очень окей а не я think you need to take with your radio and the other stuff so radio good so we can Добро пожаловать! Да! Добро пожаловать на камеру Да, камера – это самое важное Добро пожаловать на большие бакеты для получения воды Я надеюсь... Добро пожаловать в воду? Да, конечно Да, потому что, как мастер потерялся я думаю, что будет немного воды Внутри Это целое для шраба Ааа, окей, окей Но может быть много воды Да, да Да, у нас есть на АИС Что это? Немного названия Немного названия, но не важно О, да Итак, мы идем туда Итак, что это? Два метра далеко? Два метра далеко Давайте проверим Давайте проверим Два минуты готовы Вот такая вот история у нас Мы ее, во всяком случае, на АИСе видим, значит все Нашли Два метра Два метра Пожалуйста Да Ес Полторы мили, ничего не видно Нету лодки Вот просто на АИСе есть А в море нету Полторы мили, это видимость хорошая Меня волнует вопрос все больше и больше, как мы туда будем сгружаться при такой волне Вот сзади видно хорошо, как нас болтает Смотрите себе Вот сейчас мы меньше мили до лодки Лодка длиной 6,5 метров И ее вот видно Вообще никак не видно А если это просто голова человека Все, вы его никогда не найдете Так, паруса убраны Вот мы идем прямо туда, куда нам нужно Какие дела Все Мы просто сделаем Порядку Мы такие Да, мы начнем так Но мы должны Далее Да, на шпионах Вчера Я думаю, что сначала нужно поставить в себя, а потом мы поставим в себя все, с линейками. Ааа, это найдем сейчас. Продолжение следует... 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 Ты знаешь, как закончится? Ха-ха-ха! 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 Это всё. Это место. Это место. Ха-ха-ха! 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 Доброе утро! Ха-ха-ха! 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 Поехали? Да. Поехали. Она зацеплена? Это она так зацеплена. Что мы тоже должны делать. Поехали. Если вы хотите сэр. Да. Мы двигаемся поднимать. Мы должны двигаться. Но мы должны подниматься. Мы должны подниматься. Мы должны подниматься. Да. Это я надеюсь. Что? Хорошо. Если вы просто поднимите. Поехали, пожалуйста. Великая приоритет. Используемся. Поехали. Наши логами. Звучит. Поехали. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok 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 Тут еще один фендер есть, дать? Нет? Доброе утро, друзья. У нас очередной день. Ночка эта была, блядь, жестяная просто. Сейчас посмотрим, что здесь у нас происходит. Привет, доброе утро. Доброе утро. Как был ваш шифт? Было немного холодно, много холода и газа, но сейчас это легко, чтобы в воздухе осторожно снизить. Мы надеемся, что будет хорошая садка сегодня. О, хорошо. О, выглядит, как у тебя есть статуя в руке, с бинокулами. Что ты хочешь? Для земли? Кто-то нас следит. Да, я тоже видел, что кто-то очень близко к нам. Почему? Может парады. Может они хотят ревенчировать вчерашний день. Да, наверное. Они берут шоколад. А, да. Короче, сейчас я без кофе жизнь не могу начать. Сейчас мы будем начинать штуку. Всё-таки даунвин идти намного проще. Так, ну что, кофе делаем, как его делать я не показываю. Вон, Диночка, доброе утро. Ну что, как тебе сполось? Проснулась? Проснулась. Сполось хуёво. Я думаю, как и всем. Ну да, всем не очень сполось, это точно. Ну да, ведь у нас тут такое ночью было. Помойка с... Помойка с там пиздец, Ваня. Пахнет. Пахнет плохо? Это я. С мертвыми крысами. Это я так пахнул. Класс, вот это мне повезло. Ладно, делаем кофе. Будешь кофе? Давай, жду. Нет, чай. Так, посмотрим, что у нас расскажет нам прогноз погоды. Ростик, спасибо, очень помогает вообще. Просто можем планировать маршрут. У тебя нормально. Так, вот у нас прогноз погоды. Сейчас 17-21. А, Дино! Вот такая у нас сегодня радуга через всё небо. У нас какой-то очень странный звук автопилота. Когда автопилот нагружен, он очень сильно скрипит. Я сейчас покажу. И так слышно. Слышно? Ну дай. Вот это вот скрип, я хочу понять, что это за фигня вообще происходит. Я бы, Микки, попросила посмотреть на лайнс. Ты вот сейчас открыл платформу, чтобы не цепанула платформу? Я имею в виду... Да, да, да. Просто не触ляет платформу. Ай-яй-яй-яй-яй. То есть вот эта штука скрипит, а должно вращаться внутри. Надеюсь, что у нас будет уже дальше хорошая погода. Хочется бы доверить, потому что дожди уже, блин, задолбали. Особенно, когда вот делаешь... Это красивый одет, мне кажется. Хорошая погода обещана просто. С таким луком, тотал луком. Лук и тотал чеснок, Дина. Так, вот мы все идем. А вот что нас здесь ждет. Заходит такая чернь, и скоро у нас будет дождь. Вот он уже начинает лететь мелкими капельками. Гадость какая-то. Так, сходи сюда. Оу, soulmate! Итак, смотрим. У нас CBA 88 метров. Ой, 1,1 наутикалмайл. Короче, болтается все. Непонятно. Через 40 минут мы должны встретиться. Вот посмотрим, как он будет с нами расходиться. Этот soulmate скоро рядом с нами. Поэтому надо его предупредить, что у нас сзади нас лодка. Soulmate, soulmate, soulmate. Не хочет он с нами общаться? Не хочет он с нами общаться? Что за что? be careful, we are towering the boat behind us. It's about 200 meters. Just to be careful. Over. Speed towering and you are changing your direction. Over. Okay, got it. Just to be careful, because we have a long line behind us. Okay, and happy new year. Over. Happy new year. Ну, в общем, вот все. Я их предупредил, что у нас сзади нас что-то болтаются. Такой молодец. Четкий. Оуе. Что случилось? Откуда такой потерянный вид? Они с нами разговаривали. Сказали, что они идут на Антигу. Но Антигу больше на севере. Почему? Спросили, куда мы идем. Я сказал, на Мартининг. Спросила, каким курсом мы идем. Но только непонятно, почему он идет на Антигу. Сюда, потому что туда, куда они идут. Там, в Гуаделупе, может, они идут по бумажным картам. Вариацию забыли. Да, и промахнулись. Вон они серые такие пятнышка. Они просто грязные. Видно? Ну да, конечно. Курмальные. Сейчас уже как-то менее аккуратно идут колечки. Друзья, может быть, тоже не так близко. Ой. Го, 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 го. Го, 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 го. Хорошо. Ну, мы, ещё что-то. Да, думаю яlaughs. Ну да. Ему мы посмотрим, что да... Ката, ката, отмаливай Ката, ката, ката Ката, ката Ката, ката Ката, ката 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 Ну что, Гата? Ну все нормально, мы проверим С ней все хорошо Сейчас ложимся Ночь переживем? Ночь, я надеюсь, переживем Ложимся на курс И все, погнали Тут есть еще один небольшой момент Сегодня у нас 31 число И сегодня у нас Новый год Но так как у моряков Новый год может быть по UTC Может быть по Local Time Может быть по какому угодно А если это еще и время смены по ИСО Мы находимся в океане Короче, мы решили, что Новый год мы празднуем сейчас Поднимаем Это очень круто для сейлорцев Мы решили, что сейчас Мы решили, что мы используем для Нового года Это 2020 или другого? Да, где-то не важно Да, не важно Не важно Не важно Прошлый Новый год мы встретили в середине Атлантики Это мы ушли аж миль на 700 Да, середина Да Одна сейлорцев Одна сейлорцев Одна сейлорцев Одна сейлорцев Что вы думаете? Мы думаем, что это выглядит Пираты определяют, где будет Новый год И даже где можно праздновать Снимай! Счастливый Новый год! Новый год Газов не так Видно, как будто у Дины сейчас тоже зима Вот она одета, тепло одета Вот ноги торчат Валенки К нам прилетела летучая рыба, смотрите, что прикольно. Вот эта вот летучая рыба, это обычная, такая вот, как она обычно есть. А вот такую вот я никогда не видел. Это какая-то, вот смотрите, она с полосочками. Это какая-то странная. Первый раз такую вижу. Класс. Ну что, вот мы практически уже и подошли к Мартинику. Еще осталось каких-то 20 миль. Ну, может быть, чуть-чуть больше. И мы зайдем в Лямран. Доброе утро. Доброе. Вот вы видите, собственно, Мартиник. И тут эти тучи, которые были спереди, они сейчас над островом, над нами. Погода солнечная, тучки. И мы направляемся вот туда, к краю. И за ним поворачиваем направо. Обходим вокруг острова. И становимся в Лямаране. Проблема вот здесь в отхождении. Вот видите, буйок, который просто стоит. Вот здесь глубина уже 160 метров. Я уже пытаюсь всячески обойти максимально далеко, где это возможно. Но все равно, то есть, очень тяжело рассчитать. Ну вот мы вроде прошли его. Вот, смотрите. Я уже иду вот максимально далеко, чтобы где уже здесь, там, сейчас мы подойдем к контуру глубины, там, 400 метров. Вот уже специально на грани контура стоят эти сраные быки. Но я хочу обойти вот так по кругу, по большим глубинам, подойти сюда в каналы, зайти в каналы, пойти вот так вот для Маран. Потому что нам нужно, чтобы была там глубина побольше. Вот так вот. Вот так вот. А есть как-то ее, я не знаю, перезагрузить полностью? Сейчас, сейчас, excuse me. We have talk-and-go system doesn't start. Микки, Микки, я буду реставрить токингол, это не работает сейчас, я реставрю систему, будь осторожней Токингол не работает, но мы идем так Ну непонятно как мы сейчас будем, что делать, сейчас будем импровизировать Мест нет Микки, 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 мы идем там, просто приготовим А Боуттрастер отдельно работает? Боуттрастер работает У тебя на углу нету фендера, на углу нету фендера на заднем На углу нету фендера, блин Уезжаем Взять видео, взять руку Добавляйте видео, берите ровно. Ну вот, друзья, мы уже стоим в Марине Лемаран. Птичка в клетке. Лодка Иры стоит уже на понтоне в Марине. Также Лемаран на Мартиник. И вся операция прошла успешно, удачно. Ире, мы желаем побед. А вы оставайтесь с нами. Нажимайте подписаться, колокольчик, пишите комменты. И мы будем рады и дальше постить всякие видео. И радовать вас нашими сюжетами о яхтинге. Пока и до встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok